в этом видео мы наконец-то разберемся зачем нам вообще нужен вот этот вот теневой профиль почему мы его ставим вообще на всех объектах посмотрите он практически везде и здесь и здесь и вот здесь вот тоже он находится и как вообще оформлять стык стены и потолка без молдингов карнизов и вот этой всей чепухи я покажу какие бывают профиля вот их просто очень много где их покупать и как монтировать для начала давайте немножко истории сто лет назад люди не использовали никакие теневые швы и все было нормально потому что сто лет назад люди использовали потолочные плентуса молдинги все вот эту вот штуку для того чтобы скрыть неровность примыкания что нельзя сделать ровным примыкание внутреннего угла с разными текстурами или поверхностями или разной краской это практически невозможно обоина будет обрезана неровно краску невозможно ровно подвести вот к этому вот углу и плитку тоже нельзя вот так вот обрезать так что вот все было вот прям вот идеально поэтому люди придумали просто молдинге офигенная штука выглядит красиво и классно но вот пришли тут минималисты игрят но его на хрен не хотим мы знать на дверях никаких наличников не хотим плинтусов не хотим молдингов и чё с этим всем делать сначала мы просто не ставили никаких молдингов плинтусов и просто сводили краску стены и потолка обычно потолок белый а стена какого-нибудь цвета получалось очень 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 неровно я там гонял просто строителей они пытались красить через шпатель сложная муторная работа но прям тяжелая потом они придумали историю чтобы мне угодить они начали красить потолок заводя краску стены наверх на потолок на два миллиметра получалось вполне уже неплохо потому что сам стык не надо было красить можно было ровную полосочку покрасить и это даже выглядело немножко как теневой шов то есть это в принципе рабочая история таких несколько проектов мы уже сделали я уже даже вам показывал в нескольких обзорах именно вот такие вот теневые профиля больно примыкание она постоянно заходит на какую-то сторону а здесь мы сделали просто завели на стену и краску вот это вот на потолок но потом все равно начали появляться проблемы новостройки они всегда гуляют и начинают трещать потолок и стены вот этот вот как раз стык между потолком и стеной он может трещать потому что дом сажут угол и немножко накриняется а потом следующий год в другой и вот в это время дом немножко трещит стены трещат все стыки трещат и я все равно дал задание строителям сделать теневой профиль чтобы эту историю сбежать мы сначала просто пилили второй слой гипсокартона то есть вот представьте себе потолок он у нас всегда из двух слоев гипсокартона первый слой он доходит до стены а второй слой мы просто подпиливали по шаблончику очень простая схема но получалось в принципе как надо получался теневой профиль но очень долго муторно криво не то потом вот появился вот такой вот профилек пластиковый дешевенький ставится он просто на первый слой гипсокартона а второй подпиливается под него и получается такой вот ровный зазорчик но у него есть одна небольшая проблемка потолок то у нас плавающие и стык вот этой вот стены потолка он немножко деформируется видите и вот этот вот шов на который заходит штукатурка он может тоже трещать поэтому появился другой профиль и вот сейчас на рынке появился практически идеальный теневой профиль видите он состоит из двух частей они двигаются теневой профиль называется краб гипс компания краб вам уже известно я их показывал видео про натяжные потолки просто ко мне как-то пришли потолочники и говорят давай делать классные потолки натяжные игру нет ваши натяжные потолки говно у них вот это вот резинка беспонтовая ну ладно пошли они там что-то скалахозили какую-то пластиковую фигню сделали ну вот как-то нам сделали потолки но они не остановились и начали фигачить фигачить и добились для того что компания краб сделал нормальный теневой шов для натяжных потолков вот сейчас они уже добрались наконец-то до гипсокартоновых потолков этот профиль есть в двух исполнениях здесь у нас нет никакой подвижной части такой алюминиевый профиль для зашивки потолка в два слоя гипсокартона здесь просто ставится еще один слой гипсокартона а есть вот такая вот подвижная часть для зашивки потолка в один слой гипсокартона но я не рекомендую использовать один слой гипсокартона потому что все-таки потолок подвижной Площади большие и скорее всего он будет трескаться рваться Но мы все равно перестраховываемся И даже на двухслойный гипсокартоновый потолок Мы используем вот этот вот профиль с подвижной частью Видите, она немножко двигается Здесь есть такая вот пластиковая заглушка внутри Она не дает ей выйти То есть он никогда не выйдет, не вырвется Но он немножко ходит Этого достаточно, чтобы вот такие вот потолки Как здесь в Москва-Сити нормально ходили Потому что сама башня здесь в Москва-Сити вообще плавает вот так вот Вон там стоит уровень Смотрите, как луч двигается Примерно на 3-4 миллиметра Из-за того, что здание качается от ветра Поймать реальный уровень достаточно сложно И это нормально, что тут потолки ходят, пол ходит Вообще все ходит Кроме того, что этот теневой зазор и профиль этот теневой Нивелирует вот эти вот все движения потолка и стены Он еще и эстетически продуман То есть вот здесь вот видите, есть вот такой вот скос Сделан для того, чтобы максимально не видно было Вот там вот сверху То есть мы видим максимально такой вот теневой шов Абсолютно не видя, что там находится И он уже сразу с завода покрашен в черный цвет Наверх уходит на 10 миллиметров А от стены уходит на 8 миллиметров Из-за этого мы вообще не видим никакого стыка Вот там вот что там происходит При таком профиле намного проще строителям красить стены и потолок Просто отскочиваешь до профиля и красим Вообще неважно, как ты там внутри покрасил Его все равно не видно Там прям реально тень Вот такая вот жесткая тень Ее не видно, она не подсвечивается ничем Вот если мы смотрим от окна, например Вот у меня, вот здесь вот у нас окно И вот если мы смотрим от окна То от окна тень Не видно никакого стыка там внутри Если мы включаем свет на потолке Он все равно на потолке Он дает тень от потолка То есть практически во всех случаях У нас появляется вот такая вот тень Тень не появляется Только вот в таких историях Вот видите, у нас есть небольшой вот такой опуск потолка Это из-за того, что вот в сети есть эта проблема небольшая Тут вокруг колонны есть такая огромная обвязка Вот эта вот часть, она выдерживает больше нагрузку А вот эта вот часть вообще Здесь высота где-то 2700 будет Может 2600, когда опустится Весь вообще потолок в сети Он такой вот в несколько уровней И вот здесь вот самая нижняя точка Нам пришлось здесь опустить потолок И сделать вот такую вот кепку Вот там вот сделать тоже такой же теневой шов Но проблема в том, что когда мы смотрим вот так вот издалека Если прям сильно приглядываться То можно увидеть стык В любых других случаях этот стык вообще не видно Монтаж достаточно простой Главное соблюдать все технические особенности Наш монтаж немножко отличается от задуманного производителем Но я все равно расскажу, как выполняют монтаж именно наши строители Все начинается с подготовки профиля Краб Гипс Запиливаем угловые части профиля под 45 градусов Для ровного запила лучше использовать в качестве подкладки Ненужный кусок гипсокартона Так этот запил будет ровным и аккуратным Дальше крепим подвесы, которые будут держать весь каркас Мы выбираем подвесы из трех частей от КНАФ Они очень жесткие и гибкие в настройке Потом по уровню ставим П-образную направляющую На нее устанавливаем первый слой каркаса, который крепим к подвесам Теперь ставим второй уровень каркаса, который лежит в направляющей И жестко фиксируется к первому слою Затем прокладываем звукоизоляцию Изолируем мы как сами профили, так и пространство между ними Теперь самая ответственная часть Мы вкладываем стартовую часть теневого профиля за П-образную направляющую Именно вкладываем, а не прикручиваем к стене, это очень важно Далее фрезеруем лист гипсокартона специальной фрезой И под ответную часть подсовываем первый слой гипсокартона Так чтобы следующий слой потом встал вплотную к первому Иначе если не профрезеровать, будет воздушная прослойка Между этими слоями гипсокартона, вот именно в этом месте Именно фрезеровка гарантирует по-настоящему ровный стык гипсокартона и профиля Фрезеровка помогает избавиться от полостей и изгибов на месте стыка Шов получится очень ровный и без испыточного слоя шпаклевки Теперь крепим второй слой гипсокартона, грунтуем стык профиля и забиваем шпаклевкой Зазор между листом гипсокартона и ответной частью профиля Последним этапом идет шпаклевка, шлифовка, грунтовка и покраска потолка С использованием специальной малярной системы от Crab Systems Где купить эту всю радость и красоту? На сайте самого Crab купить вообще ничего нельзя То есть это такой информационный сайт Покупайте либо у менеджера по телефону, либо вот есть интернет-магазин Shadow Shop Здесь можно прям купить Теневых профилей два, один обычный, а один двухсоставной с плавающей второй частью Обычный конечно подешевле стоит, просто производится намного дешевле Он стоит 290 рублей за метр, а составной конечно будет дороже Он стоит 430 рублей за метр, продается в палками, в палке 2 метра Дороже, чем вообще ничего не использовать Можно же ничего не использовать, да, просто сделать Но у вас, если ничего не использовать, у вас будет трещина, у вас будет плохой стык потолка У вас будет кривая вот эта вот вся история Или какой-то молдинг Ну, в принципе, это не сильно дороже, чем молдинг Но еще не все Нужно будет докупить малярные маски Такими примерно плашками продаются по 40 рублей Их нужно несколько, чтобы вот так вот навтыкать и покрасить стену Ну вот, собственно, и все, да Теневой шов это все-таки невероятная эстетика Очень красивая штука Без него теперь уже совсем никак Да, когда один раз использовал теневой шов, уже второй раз без него не поедешь Ну все, используйте с умом, ставьте теневые швы и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok